всем привет это урок 3 посвященный акролинуксу бицинамону также расскажу о некоторых нюансах там и как там устанавливать некоторые программы вот таким вот образом ну первым делом вот посмотрите значит в принципе давайте запустим вот таймшит ну пароль здесь у нас везде единичка поэтому я просто нажимаю на единичку нажимаю аутентифицировать вот посмотрите создана три копии мы вчера я их делал вот только что я установил абсолютно свежий новый за 14 число акролинукс бицинамон и вообще ничего не делал сразу таймшитом сделал значит бэкапную копию скажем так абсолютно не целованная значит копия скажем так фабричной упаковки затем делал ряд настроек и вот после до настроек у меня внешний вид сейчас моего значит цена мончика выглядит вот таким вот образом ну что значит я сейчас что хочу сделать вот видите красный фонарь ну у линукс минта ценамона у него тут зеленая галочка тут красный фонарь ну давайте посмотрим нажмем на нее 17 обновлений доступных пишет тут перечисляется значит подробно какие там обновления если сказать очень такой въедливые любопытные всегда можете все взять и почитать вот ну давайте их применим и посмотрим опять нажимаем нашу единичку нажимаем enter единичка не хочет заводиться нажмем еще раз это давайте посмотрим здесь вот идет загрузка всех этих модулей пакетов затем будет идти установка но я пока для сокращения времени просто напросто прервусь но вот пишет что система обновлена но еще раз заострю ваше внимание вот смотрите вот здесь вот настройках значит единичку сейчас я поставлю снова а вот здесь вот ну давайте к еще раз я гляну на настройки а вот аурум вот я всегда отмечаю что это репозитори аурум общественный всегда включен и чтобы проверять и для него обновление вот это дело я закрываю система обновлено теперь значит можно сделать еще один контрольный снимочек на таймшифте скажем так уже обновленная система а вот этот промежуточный допустим я могу убрать потому что у меня останется только начальная хорошо настроенная вот сейчас еще обновленная будет зачем их на эти снимки плодить если вот этот уже можно спокойно как говорится удалить ну вот ну и теперь давайте создадим уже снимочек обновленной системы так ну опять таки я тут это самое не буду долго вас мучить я просто пока прервусь ну вот создание снимочка закончилась значит сейчас займемся установкой некоторых скажем так ходовых программ ну мне очень нравится программка экранная клавиатура давайте-ка глянем есть она тут или нет поищем ее напишем on board есть такое дело здесь вот эти две надо ставить нажмем кнопочку применить нажмем дальше заведем пароль единичку и вот здесь идет установка виртуальной клавиатуры штука это нужная вот уже установилась вроде бы как хотя можем посмотреть подробности пишет что транзакция успешно завершена ну давайте я вот здесь вот наберу еще on board вот они два этих скажем красавчика сначала давайте-ка пойдем в настройки и вот здесь вот я нажму такую вот галочку поставлю обязательно перезагружаться можно попробовать просто выйти из сеанса нажимаете завершить сеанс снова появится окошко входа в нем заведите единичку нажмите enter и попадете туда куда нужно а я сейчас пока сохраню сеанс записи итак что мы сделаем сейчас мы установим в автозагрузку виртуальную клавиатуру вот у нас значок виртуально в смысле настроек я его могу вот здесь вот закрепить а вот зайдем в автозагрузку и автозагрузки выберем приложение и поищем вот он борт добавить планка у нас по моему добавлен добавлен ну я думаю что это будет достаточно итак проверяю я еще разочек как там будет нормально сейчас работать виртуальная клавиатура или нет сделаю-ка я полную перезагрузку итак после полной перезагрузки я запустил программу анборд запустил ее настройки ну вот смотрите как допустим выглядит вот так вот она можно значит вот такую сделать то есть ну любые варианты настройки которые вам как говорится нравятся можете ради интереса выбрать можно даже взять вот этого попугайчика посмотрим ну и естественно значит раскладка я выбрал наиболее полную с буковками с клавишами F1 F2 F3 по F12 и в общем я отметил галочки показывать плавающий значок при свернутом анборд вот вот таким вот образом ну давайте вот свернем видите значок появился здесь нажали развернули вот таким образом делается все можно сделать ее под ваши глаза можно сделать ее покрупнее допустим все равно все настройки вот сохраняется вот такими с анбордом взяли и на время пока закрыли то есть вот с анбордом значит я считаю что тут я вам довольно таки подробно рассказал теперь значит у меня в аудио видео нет программы SM Player и SM Tilp это две хорошие программы и нет программы для редактирования видеороликов и нет программы для редактирования аудио роликов вот давайте посмотрим как все это дело будет устанавливаться значит запускаю я вот установка и удаление программ вот этот вот значок ну что давайте напишу я здесь ну что ну давайте SM SM player что у нас тут такое вот он голубчик сидит ну давайте его и применим далее значит единичку просит завести да ради бога кто бы спорил вот единичку итак смплеер установлен теперь давайте поставим программочку SM Tilp YouTube как говорится мы с Тамарой ходим парой SM Tube это хорошая программа для поиска самых различных аудио и видеороликов по сети очень часто на YouTube применим есть такое дело ну и теперь значит еще программочка давайте OpenShot Open OpenShot ну вот галочкой его и отметим а применить далее а после OpenShot еще пойдет программа Audacity установка установка OpenShot закончена установка OpenShot закончена но теперь давайте еще Audacity заведем так Audacity вот здесь его отметим и применим дальше установка установлена ну теперь давайте проверим я хочу закрепить эти программы на планке рядом с программой записи с экрана вот я запускаю ну давайте какое смплеер вот она здесь появилась я значит ее прикрепляю и ставлю ее после программы записи с экрана раз дальше OpenShot видео редактор прикрепляем к панельке прячем все эти объявления ну можно пока закрыть его вот я его сейчас перемещу сюда ну и четвертой программой будет программа Audacity вот она больше не показывает нажим 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 так так прикрепляем к панельке к планку и вот сюда вот ее обычно я ее отношу вот пожалуйста запись экрана на распроизведение редактирование видео редактирование аудио вполне приличный скажем так джентльменский наборчик для лиц которые занимаются созданием там видеороликов и так далее если вы этим не обеспокоены ну так и не ставьте эти программы просто вы знаете о них да и все вот как видите ставились они абсолютно нормально а вот теперь давайте такими вот программами займемся важными значит сейчас я очищу область уведомлений вот мы поставили значит раз два три программы в принципе времечко сделать на всякий случай сами понимаете контрольный снимочек о чем я всегда и неоднократно говорю что лучше чаще пока идет настройка лучше делать на снимочке системы часто а потом останется допустим там только начальный бэкапный образ абсолютно голый и уже так сказать настроение все промежуточные можно будет тоже потом поубирать создаем ну вот 8.45 и 21 засекайте сами там время а я пока легонечко прервусь вот где-то три минутки длилась установка на вернее создание значит бэкапной копии вот ладно теперь теперь значит будем ставить программы вот такого плана интернет вот я хочу поставить приложение синхронизирующие значит работу с дробоксом с мегасинком раз поставить skype подсказать teamviewer и поставить виртуальную коробочку вот давайте этим делом мы будем заниматься значит ну что давайте виртуальную коробочку посмотрим как поставить вот убираем значит здесь заводим дробокс сворачиваем ну вот пожалуйста тут выскакивает в основных репозиториях иногда бывает что основных нет бывает в ауруме иногда и здесь тоже много чего там есть коля выскочила в основном репозитории ну так и и не будем как говорится ничем там глупым заниматься применим дальше и немного ждем можно кому любопытно смотреть подробности вот пишет что транзакция успешно завершена вернемся назад посмотрим да дробокс поставили здесь такие программы скажем ну давайте еще поставим мы мега синк вот я напишу здесь мега синк ну давайте посмотрим вот здесь видите в репозиториях нет а вот в ауруме пожалуйста вот она находит ее отмечаем галочкой применить дальше ну и для любопытных смотрим там как что там протекает ну и наконец получаем долгожданное сообщение что транзакция завершена вот зеленый квадратик обозначает что программа установилась ну вот создание этой сборки средствами аурума значит практически но минут там 5 или 10 у меня на это дело ушло ну для меня лично это приложение важное потому что у меня имеется файлик команды и видео который всегда должен быть синхронизирован с облачным хранилищем на меге есть у них такая хорошая услуга и если я там что-то изменяя файлики команды и видео эти изменения тут же бегут на облако и там же происходит синхронизация с моего сайта попасть на мое облако и скачать самую свежую версию файлика команды видео значит проще простого ну вы также можете синхронизировать свои личные файлы которые у вас требуются в постоянном обновлении и так далее это уже дело ваше итак омега синг мы поставили теперь давайте посмотрим давайте-ка я на всякий случай сделаю снова контрольный снимочек итак снимочек контрольный сделан вот давайте посмотрим здесь интернет вот вот мегасинг есть и дропбокс то есть программы синхронизации с облачными хранилищами установлены так что для тех кому это важно значит вот смотрите как все это дело ставится дропбокс поставился очень быстро а мегасинг ставился создавал там из пакетов свою сборочку короче там минут пять или десять на это ушло никуда не деться ну и теперь давайте поставим значит вот есть у нас программа трансмиссион для скачивания торрент файлов давайте здесь поставим еще программу для скачивания просто файлов больших размеров тоже прекрасная программа качалка называется она угет вот угет вот так она называется ну давайте вот через аурум а здесь видите а нет вот пожалуйста отмечаем здесь галочкой и нажимаем применить далее и пусть она ставится ну программа абсолютно крошечная она уже взяла и поставилась значит ну что вот смотрим опять таки интернет вот ее значок здесь то есть сейчас мы уже способны качать файлы больших размеров и не бояться если там сеть провел свою работу ну всегда когда все восстановится мы можем начать с момента обрыва и докачивать файлы и плюс торрент файлы ну самое необходимое я считаю что это есть ну и теперь программы значит давайте вот тоже очень важные скажем так я их называю программами для общения это значит скайп тимьюер это программа для удаления доступа значит можно управлять чужим компьютером показывать человеку там рассказывать как я во многих своих уроках делаю человек находится где-нибудь там в Петербурге а я значит там в Ливерпуле а я ему показываю рассказываю там как что куда там делать как надо там какую кнопку нажать и так далее вот и так значит ну что ну давайте поставим вначале поставим давайте скайп вот эта программа так сказать общепризнанная для общения и хоть винда ее и перекупила на корню но никуда не денешься значит вот в обычных репозиториях ее я не вижу давайте в Ауруме посмотрим а вот здесь что-то вроде бы как намечается интересное ну давайте глянем скайфа линукс стабильная версия вот давайте ее отметим нажмем применить и через репозиторию аурум все это дело мы и поставим подробности вот смотрите как идет сборка пакетов начальный этап я вам покажу потому что тоже может оказаться дело долгим чтобы вас особенно не затрудняет и так установка скайпа успешно завершена вот отмечается его зеленый квадратик здесь значит мы идем в интернет вот скайп у нас здесь присутствует то есть у нас уже скажем так библиотечка программ связанных с интернетом хорошенько пополняется ну что давайте будем ставить тем ю так заведем сюда его тем ю ю ну вот он уже в принципе только я набрал тим уже он высветился вот тем ю ставится через ауру ауру а в репозиториях пока не видно нам можем попробовать до конца дописать через ауру есть а в репозиториях нет все ясно и понятно вот вам еще раз о пользе общественных репозиториях ну что вот галочка здесь мы поставили нажимаем применить далее ну и посмотрим подробности как идет сборка значит всего что необходимо для создания тем юра на арка линуксе вот ждем итак создание закончено кончено значит тем юр установлен здесь вот его тоже можем проверить вот голубчик здесь стоит последней версии тринадцатой значит но у меня с тем юром я нахожусь в англии вот такая проблема показываю смотрите запускаю программу запускаю программу ну первый раз скакивает сообщение принять лицензионное соглашение нажимаем нажимаем на галочку на кнопку что согласны видите не работает значит а не работает почему у меня интернет провайдер ток ток а он вот так же как казахстан не не взлюбил мегу а они не взлюбили тем юр и как видите ни ази ни пароль ничего не отображается но если я сейчас перескочу на другого провайдера вот посмотрим что получится просто поменяю провайдера смотрите итак я поменял провайдера теперь у меня провайдер уже другой не ток ток а через мой мобильный телефончик но дело того чем посмотрите дополнительно опция на ток токе я все эти опции перепробовал ничего не получается а вот здесь вот деактивировано делаем просто принять применить окей вот появляется как говорится вот такой вот номерочек нормальный ID и пароль так что иногда тем ювер значит может не работать на вашем компьютере не за не из-за способности там сама программа что там она плохая а просто из-за того что провайдер скачь по каким-то причинам это дело не уважает вот ну ладно значит я сейчас вот выхожу из тем юера здесь мы делаем опять-таки что контрольный снимочек вот он он голубчик итак снимочек сделан значит ну что вот вот я бы хотел иметь вот опцию такую вот еще давайте-ка посмотрим вот интернет значит на облачные синхронизаторы поставлены скайп поставлен тем юр поставлен ну в принципе нормально ладно теперь сделаю я большую перезагрузку сделаю почему потому что я собираюсь вставить виртуальную коробочку а там иногда бывают скажем всякие неожиданности поэтому я сейчас сделаю полную перезагрузку значит системы и затем будем вставить виртуальную коробочку итак я перезагрузился во время загрузки у меня вместо статичной картинки значит бегущие строки ни в одной из них там никаких сообщений подсвеченных там желтым или красным цветом не было ну надеюсь что это хорошо а теперь давайте вот займемся программкой которая у меня пару раз вызывала скажем определенные трудности значит виртуал бокс вот давайте посмотрим что мы имеем значит вот официальную версию можно поставить отсюда вот скорее всего это extension pack но остальные я пока даже не знаю давайте-ка вот я их отмечу вот так вот и нажмем на применить копия у нас сделано сделано ну предлагает госдкмс еще поставить ну давайте выберем его дальше ну тут просится единичка ну коли просится значит просится давайте пойдем ну и немножко подождем итак после установки виртуальной коробочки выскочила сообщение что там чего-то не хватает там чего-то не хватает я решил вернуться назад заодно посмотрите как происходит вот этот процесс возврата назад на исходную позицию вот самый последний как говорится снимок у нас сделанный когда все работало нормально вот я его выделил тут даже вроде бы пишут что можно заводить свои комментарии вот тут я допустим напишу ну давайте по-русски напишу до 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 коробочки напишу нажмем на enter и для нас уже гораздо понятнее будет вот этот этап на котором у нас возник какой-то затык а теперь а теперь значит давайте вот на него на этот этап мы и восстановимся восстановить здесь указано все правильно на этом разделе у меня корневой раздел здесь у меня значит домашний все нажимаю кнопку дальше вот сейчас он просканирует все каким образом вернуться назад ну я пока немножко прервусь ну вот программа сделала все необходимое приготовление ну и теперь нажмем на кнопочку далее отказ от ответственности далее и вот здесь сейчас будет широченный лист там все-все-все-все а потом будет предложена перезагрузка вот начальный этап я вам покажу а потом компьютер перезагрузится и я снова включу запись вот она примерно так выглядит так что ждем перезагрузки и продолжим дальше итак займемся установкой виртуальной коробочки потому что здесь возникает много всяких подводных камней и трудностей вот я обычно отмечаю вот эти два пакета и еще один пакет хост вот этот модули для арча вот три пакета первые два значит расширение и виртуальная коробочка и вот виртуал бокс хост модули для арча вот я нажимаю кнопочку применить далее далее ну как всегда пароль спрашивает заведем пароль вперед и с песней можем даже посмотреть вот здесь вот как идет виртуал скажем так установка виртуальной коробочки и плюс видна еще линейка прогресса так называемый прогресс бар ну давайте дождемся посмотрим посмотрим вот пишет обновляется зависимости модуля линукс и пишет что установка успешно завершена вот смотрим еще раз значит установлена коробочка пакет расширений и значит модуля ядра для арчика вот три всего ну что давайте попробуем ее запустим у меня тут вот образ имеется данного арчика я значит его на рабочий стол вывел давайте пойдем вот вот у нас партвальная коробочка я сейчас ее закреплю правой кнопкой запустить запускаем и получаем вот такое сообщение вот надо его взять вот так вот скопировать выделить скопировать открыть терминал в терминале завести зайти от корня значит заводим s u tr пароль заводим нашу единичку ну и теперь попробуем завести то что мы сюда скопировали вот пишет нет такого файла и все мы народ вредный значит там бы надо как бы так это аккуратненько вот вот когда фраза не выскакивает что нет такого каталога файла или так далее это уже скажем так что то ну и еще есть один вариант еще еще и вот такой значит убирается ладно на этом варианте не будем пока давайте вот первый вариант и попробуем без кавычки или все таки без двух кавычек задача ну давайте без двух кавычек ну вот еще без двух кавычек заведем хотя вроде бы то же самое получится вот закрываем терминал окей окей и вот если сейчас мы запустим то получим то же самое а вот теперь посмотрим какие интересные вещи могут происходить вот смотрите сюда я здесь вот на всякий случай еще вот обновлю базу данных и перезагружусь и вот после перезагрузки посмотрим что будет у нас получаться ну вот все обновился закрываю и перезагружаюсь ну что ж я перезагрузился давайте посмотрим что дала нам перезагрузка ну правой кнопкой мышки запустить и надо же о чудо чудное диво дивное он взял и заработал нажимаем enter и образ грузится ну а если образ грузится значит виртуальная коробочка работает нормально и на ней можно как-то лица крутить и проверять все наши образы вот такая вот закалывка с установкой виртуальной коробочки в арчике значит вот имеется поэтому вот здесь вот на такой момент нужно значит обратить вам внимание ну вот видите нормально все загрузилось сейчас еще появится установочное сообщение вот установщик то есть все нормально работает как говорится как полагается значит ну что выключаем машину и считаем на этом что виртуальная коробочка у нас установлена и теперь уже с полным правом значит мы сделаем полный значит ее бэкап после ее установки ну что ж теперь настало время создать рабочую копию рабочий бэкап уже с установленной коробочкой нажимаем на создать и пусть он там сам ее создает и так бэкап создан а теперь мы его назовем ну что ну я сейчас вот на русский перейду язык напишу работает не хочет да здесь напишу рабочая коробочка коробочка и enter нажмем вот у нас вплоть до этого момента практически значит вот все вот эти вот промежуточные этапы пойдем дальше значит сейчас вот я еще один вам нюансик покажу конки менеджер у меня в предыдущем видеоролике я там жаловался что у меня рамочка там получается никак ее не убрать хотя раньше я это дело делал из головы вылетело мне хорошо один пользователь Василий это дело говорится напомнил вот смотрите значит вот выделяем наши иконочки идем на стройки и вот здесь прозрачность вот посмотрите у меня стоит транспарант значит прозрачная и background color цвет заднего фона видите стоит черный вот если я сейчас допустим заменю вот на непрозрачный видите сразу все это дело как видно но зато как говорится на любом фоне будет видно ну я такое не очень то люблю а вот псевдопрозрачный давайте посмотрим видите все равно рамочка есть а семипрозрачный вот эти два варианта или полупрозрачный а или транспарант вот вот они оказываются скажем так рабочими вариантами вот практически и все вот значит ну что значит здесь у нас настроен так чтобы автоматически запускалась все это дело так проверим еще раз коночки работают или нет подхватывает ли они сеть вот циферки побежали уже все достаточно для меня это достаточно ну вот видите и на светлом фоне все равно рамочка не видна то есть вот так вот подстраиваются коночки о том как коночки скачать и настроить значит я под видеороликом помещу значит парочку ссылок так что не поленитесь там хоть и написано все для Linux Mint все равно все все эти действия которые необходимо произвести они практически одинаково подходят и плюс значит для тех у кого имеется тиринг то есть разрывы там с полохи по экрану то значит в данном случае а также я помещу там это самое парочку ссылочек о том как с этим тирингом бороться потому что здесь я даже ну не буду зря время терять пережевывать одно и то же и так далее вот значит как же вот можно значит еще попробовать вот одна программа мне покоя как говорится вот не дает вот ни в какую она не хочет ставится и все сейчас покажу так вот давайте я сейчас ее красавицу сюда нарисую так вот вот это красавица qt5 черточка fs архивер вот она в ауруме вроде бы как присутствует в репозиториях ее днем с огнем но когда отмечаешь ее так вот для установки и нажимаешь на применить далее ну ну пароль еще заведем ну получается вот предыдущей версии оставил видите все и никакую qt5 fs архивер не ставится хоть так и говорится тут что с ним не делай а ставится qt5 фс архивер не хочет а программа хорошая ну если мыслить только значит категориями там арчи ай 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 а ну вот не встала там не встала ну и что программу qt5 fs архивер можно записать на флешку у меня во многих сборках линук смент ценамона в моих образах созданных программой систембак она туда вставлена я сейчас точно не помню там в какие ну в большинство из них там если взять там 5 или 6 сборок то из них уж точно там в 3 или в 4 сборки эта программа уже вставлена взяли записали на флешку стартовали с флешки при помощи флешки взяли и необходимый раздел жесткого диска просто напросто заархивировали сделали бэкап средствами программы qt5 fs архивер все пожалуйста можно даже там на части разбить там по полгигабайта там по гигабайту зависит от вас вот и все недолго то есть не мытьем а так катанием вот программа хорошая позволяет практически создавать бэкапы любых разделов жесткого диска независимо от рот какая на них операционная система установлена и винду хорошо бэкапит и линуксы хорошо бэкапит ну мак я не пробовал честно скажу вот а так линуксы и винду бэкапит фс архивер хорошо ну и теперь давайте посмотрим что у нас тут еще остается так сказать вкусненького ну значит практически я бы еще в интернет добавил бы еще вот одну такую программу лину ее надо иметь на своем мобильном телефоне но в то же время она хороша и вот здесь ну давайте попробуем может быть что-нибудь получится так вот называется она вот сап вот есть такая программа мобильном в репозиториях ее основных нет а значит в ауру значит я ее видел только называется она ватси да и ватсап вот есть еще ватсап вебдестоп ну давайте ватсап вебдестоп попробуем поставить вот применить далее единичку заведем аутентифицировать ну теперь можем подробности смотреть как она будет этот пакет собирать я потом покажу как она к моему телефону подсоединиться там на телефоне нужно запустить ватсап в правом верхнем углу выбрать ватсап он веб то есть ватсап на вебе навести там есть сканер и он эту вот картиночку отсканирует и ваш ватсап тут же к ней это самое подсоединиться вот таким вот образом дело долго я пока появилась ну вот программа установлена вот желанный зеленый квадратик давайте эту программу запустим посмотрим вот я иду в интернет вот программа ватсап и вот здесь вот посмотрите видите вот такая вот картиночка а в этой картиночке значит скрытые там самые различные там коды там регистрации и так далее с установленным ватсапом на своем мобильном телефоне вы вот так вот берете запускаете свой ватсап на мобильном телефоне в правом верхнем углу правее лупы значит там будет три точки нажмете на них пальчиком и вот написано ватсап веб вот нажали ватсап веб может появиться что там выйти из всех устройств нажмете выйти из всех устройств логаут и вот сканер начинает сканировать сейчас я поближе его поднесу все у меня он автоматически как говорится взял и скажем так зарегистрировался вот таким вот образом тоже очень хорошая полезняшка почему потому что по ватсапу можно изображение передавать там файлики посадать небольшие вот по типу скайпа ну скажем так посекретнее его очень хорошо надежно сделанная штука вот значит пожалуйста можете как говорится вот ватсапом пользоваться значит сидите вы дома за большим компьютером включили ватсап там если какие-то сообщения по ватсапу вам будет приходить то пожалуйста можете прямо с рабочего стола и отвечать и файлики там пересылайте короткие видео все нормально будет так что вот я рекомендую вебер ватсапу проиграл что-то там они там натворили со своей как говорится системой не знаю у меня вебер даже вставать не захотел ватсап вот пожалуйста взял как говорится установился и нормально работает и вообще вот ватсапом во всем мире очень сейчас многие пользуются поэтому по крайней мере у вас будет скайп у вас будет ватсап для помощи друг другу будет TeamViewer тоже очень хорошая штука так что в плане значит коммуникации ну плюс еще естественно там почтовый ящик там еще там ряд может быть приложений которые вам нравятся ну по крайней мере вот эта составляющая для общения у вас очень будет скажем так так хорошо и нормально развита ну офис значит я значит снова обновлю ну я в предыдущем ролике показывал как это дело делать вот ну а из стандартных программ тут уже поползайте посмотрите чего там к чему вот и значит под этим видеороликом значит вот будут ссылочки как полечить тиринг если он у вас есть значит так что и на и настройки значит иконочек тоже там как самому подсоединиться к сети там и так далее откуда коночки скачать там что как там вот вот ссылочки я вам скину под роликом вот таким вот образом поэтому я всегда говорил что операционная система у которой имеется продуманный грамотный графический интерфейс хорошие графические настройки вот она всегда будет в выигрыше на арка линуксе они взяли это и реализовали вот практически и все нормальный очень удобный значит графический установщик на русский язык все переведено замечательно ставится хорошо надежно единственное я пробовал ставить арка линукс б плазма ну кеды те же там никак на флешке не подключалась сеть ну установил я без интернета плазму на отдел жесткого диска на раздел жесткого диска а там запустил значит сеть и там спокойно к сети подключился в чем там дело не знаю ну вот такая вот была петрушка плюс куча рабочих столов среди которых вы можете выбрать то что вам как говорится нравится в предыдущих роликах под под ними вы найдете эти рабочие столы ну 10 рабочих столов ну уж выбрать то можно и под маломощные компьютеры под компьютер средней руки и под мощный компьютер смотрите выбирайте вообще арка линукс штука интересная многим рекомендую как говорится поупражняться очень полезно будет сказать и для общего развития вот так что я желаю вам всяческих успехов и до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...